итак друзья всем привет сегодня 21 декабря 2023 года ну что ж я сейчас вот приехал на пасеку время где-то 2 половина дня на улице 0 плюс 1 но сейчас снежинки мы запролетали но это совсем не не мешает красить свои нуклеусы как и говорил что я буду красить вот так вот поставил компрессором и быстренько облил да кто-то скажет ну ведь вроде снег идет ничего страшного ребята снег не помеха не прилипает ничего снежинки отскакивает проверено не первый год уже так красим и улей красили и магазинные надставки красили все прекрасно прокрашивается высыхает здесь на улице я буду работать потому что красить в сильные морозы не есть хорошо на вот такая погода на более-менее позволяет покрасить нам нуклеусы вот такой пистолетик краска зелененькая синенькая white спирт обязательно я им разбавляю краску чтобы можно было без проблем красить вот еще сколько-то у меня синенькой докрашу наверное и сейчас принесу из комнаты на клеус и тут поставил подставки и начну красить вот и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас немножко из банки еще добавил сюда сколь-то капель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, хватило. Что у меня тут? Четыре синих, и тут еще, наверное, 14 выкрашено. Сейчас буду красить зеленой краской. Итак, друзья, был комментарий по покраске. Я показывал свой компрессор. Там бак у меня на 50 литров. Но был комментарий, что это маловато для покраски. Ну да, ребята, если красить, знаете, все подряд, быстро-быстро-быстро все. Да, компрессор не успевает частично как бы накачать нужное количество воздуха. А если не спеша как бы красить, ну, вполне хватает. Вот сейчас вот компрессор накачался. Пока краску подливал, все такое накачался. И сейчас продолжу покраску. Крашу уже зеленой краской. Ну все, вот так вот получается. Ну, в принципе, я считаю, нормально. Где нуклеусов пойдет. Все, сейчас еще буду вытаскивать. Всего 50 штук мне нужно покрасить. Ну, это я быстро управлюсь с этой работой. Ну, вот такая красота у меня получилась, ребята. Нуклеусы я покрасил. Зашел в комнату и что вижу? А там пришла Найда. Пакет сухого корма. Ну что, Найда, давай, подходи сюда. Да, тянут ее малыши-то. Вот, ребята, вчера, помните, в последнем видео я показывал, как она тут ела у меня. Наелась этого корма до сыта. Съела 700 грамм куринных шеек. И ничего, все прекрасно. Корм у нее остался. В общем, она съела столько, сколько в нее влезла. Это ребята дворняга. Им ничего не делается. Они едят столько, сколько им нужно. Ну, ладно, друзья, мешать я Найде не буду. Пойду там помою краскопульт. Все уберу. Оставшуюся краску закрою в банке. И пусть наши нуклеусы сохнут. Ну, примерно дня через два где-то, как правило, они уже более-менее на отлип таки подсыхают. И можно уже будет занести в комнату. В комнате я печку сейчас топлю. Они там досохнут. Потом я сделаю им. Все, съела. Прикручу летки. В общем, смотрите, смотри. Сапало багет. Так. Давай еще я тебе сыпану здесь. Да, ребята, был комментарий по этому корму. Нужно с этим кормом сухим вроде как бы быть осторожным. Так как он разбухает. И как бы может быть, что плохо будет собачке. Но нет. Вчера она хорошо покушала. И сегодня пришла. Все, найду, оставляю. Пойду доделывать свою работу. В общем, вернулся обратно. На десерт я вот несу. Еще мне здесь шейки куриные. Пакет. Сейчас дам, тоже найди. Все, я вижу, что корму она уже накушалась. Ну и на десерт. Да. Да, мяско ей надо. Малышек-то надо молочком кормить. Ну ладно, ребята, все. Найду, подкормил. Продолжим работу здесь. Итак, друзья, всем привет. Сегодня 23 декабря 2023 года. Еду на пасеку. Друзья, у нас тут на Урале дня три, наверное, стояла плюсовая погода до плюс двух. Снег начал подтаивать. Были на дороге лужи. Ну, конечно, дорога полностью не протаяла, потому что были снегопады до этого, а потом резко сделался сильный мороз. Снег на дороге толком не убирали, прикатали. И вот такая вот обстановочка произошла на дороге. Из-за леса там встает солнце. Сейчас время 10 часов 22 минуты. Ну что ж. 22 декабря вчера был самый короткий день. В дальнейшем, естественно, день будет понемножку прибавляться. Сегодня утром минус 12 было. Сейчас вот я еду даже показываю. У меня тут 11 уже. Вчера стояла плюсовая погода. И резко за ночь все заморозило. Свои зимовники я два больших приоткрыл. Потому что там температура достигала плюс 5, плюс 6 градусов. Как бы охладил их немножко, приоткрыв больше дверей. Ну, наверное, сегодня зайдем посмотрим, какая температура в зимовниках. Вчера у меня здесь с крышей скатился снег, с открылка. Ну вот немножко там еще остался снежок. И здесь была просто куча вот, куча. И пришлось мне, вчера я пригонял сюда снегоуборщик, привозил. И снег этот, ну, перекидал сюда вот кучу. Ограду, естественно, всю почистил. Были сложности с этим снегом. То, что он сырой упал сюда, он как спрессовался. Приходилось вот лопатами штыковой, совковой. Все-то я отбирал, как бы, и откидывал в сторону. А потом уже снегоуборщиком перебрасывал. За оградой тоже все, весь снег почистил. Дуклеусы у меня здесь вот стояли, подставки остались. Я их убрал. Ну, побоялся, что пойдет еще дождь. Ну, дождя, снега не было. Дуклеусы вот у меня. Они уже подсохли. Это не все. Я уже в комнату несколько перенес. Ну, оставшийся туда, на веранду, все я перенес. В общем, в дальнейшем буду прикручивать клетки им круглые. И тут пленочку, наверное, еще сделаем. А крышки все у меня уже готовые. Вот так вот печка топится. Здесь будет тепло немножко. Загреется. Тут не допил пару дней вообще. Так, ребята, вот так вот я наплеусы все принес в комнату. Ну, пусть они еще постоят тут пару дней. Потом, может быть, и займусь комплектацией наплеусов. В общем, есть у меня вот такие вот круглые для точки. Вот они специально. Вот так вот на саморез. Здесь на вентиляцию, когда заселим пчел вруклеус. Ну, вот так вот открываю для облета матки. Когда матка облетится, ставлю вот таким образом. Это небольшой литок, где может пройти только пчела, а матка уже не выйдет. Чтобы матка плодная не слетела. Ну, вот так вот тут будет комплектоваться на трех рамочках, машинки. Ну, а кормовой отсек будет пластиковая бутылка обычная, полторашки или двушка. Верх я буду срезать. И как бы стаканчик сделать стаканчики и ставить сюда. Соломки, сироп заливаться будут. И вот тут здесь пчелка будет заходить кормовой отсеку. Ну, что ж, ребята, посмотрим, какая температура. Двери были открыты фактически на 45 градусов, так как вчера было плюс 2. Ну, ночью минус 12. Так, здесь я вижу плюс 2. Влажность 62, наверное. Так, второй термометр показывает в помещении 2 градуса. И в клубе 34 градуса. Что ж, тут вот у нас семейка. Ну, более рыхлый клуб стал. Растянулся немножко. Ну, там, видите, до края, до конца еще много места у них и кормов в достатке. Насчет расплода раннего. Нет, ребята. Расплода нет, хоть и 34 градуса. Ну, и здесь вот тихо, спокойно сидят. Да, более такой растянулся немного. Ну. Морозы-то они, когда было здесь минус 6, сильно ужимались. Ну, кормов в достатке. Здесь такая же ситуация, такой же клуб нормальный. Кормов тоже в достатке. Вентиляция, все сделано у задней стенки. Все. Больше здесь я делать ничего не буду. Двери, ну, оставлю приоткрытыми сантиметров на 10-15. Ну, и все. Так, насчет стен, ребята, я вам показывал, какая была сильная изморозь. Потом с потеплением здесь такая сырость, мокрота была. Ну, и все. Фактически все уже подсохло. Все подсохло. Все отлично. В зимовнике ни куржака, ничего, ни влаги. Дверь все оттаяло. Высохло. Все, это самое главное. Еще в один сходим в зимовник. Посмотрим. Здесь в этом зимовнике около 200 пчелосемьи у меня. Гул тихий, спокойный. Двери тоже были приоткрыты. Ну, градусов на 30, может быть. Здесь посуши, здесь потолок такой вот, знаете, какие-то бревна старые. Там, сверху, сено, солома. Так что влага здесь выходила излишняя. Изморозей особо здесь не было в этом зимовнике. Но температура тоже доходила до минус 6. Ну что ж, здесь я вижу плюс 1 градус. Ну, я считаю, все. Температура в норме. Мышеловка заряжена. Вот, мышеловка заряжена. Мышки пока что не ходят. Отошли мышки. Сейчас посмотрим. Здесь у меня термометр стоит в клубе. 22 показывает. 42 влажности. Ну, здесь я по датчику что могу сказать. Здесь у меня получилось так, что термометр, вот этот датчик, он не в самом центре оказался. Ну, ничего страшного. Вот видите, не в самом центре особо, как бы. Клуб сидит спокойно у передней стенки. Видите. Ну, корма. Что корма? Кормов доступ у них у всех. И еще один у меня. Здесь в клубе показывает 28 градусов тепла и 52 влажность. Ну, вот так вот. Передней стенки. Так расположен клуб. Датчик в клубе. Корма в достатке. В общем, тишина и спокой зимовники. Ну, все, пусть тепки зимуют. Так, здесь у меня более 100 пчелосемей. Так, третий зимовник. Здесь где-то 40 семей. Мышеловка заряжена. Так, температура здесь 2,1. Ну, 2 градуса тепла, 63 влажность. Так, еще один датчик, что он тут мне показывает. 3 градуса тепла, 63 влажность. А тут тоже 63 датчики совпадают. Так что здесь в большой влажности я не вижу. Здесь все сухо. Изморозить здесь тоже особо не было в морозы. Гула нет. Пчела зимует. Вот они, наши пчелки. Они находятся, этот клуб, у задней стенки. Неоднократно говорил, почему так получилось. Да, потому что у задней стенки у них был леток. Вот здесь вот они прогрызли. ППС улей прогрызли и сделали леток и летали в течение лета. Ну, естественно, клуб образовался у задней стенки. Ну, а для них это передняя стенка. Кормов здесь умотаться в достатке. Все. Больше ничего здесь делать не буду. Показал вам, ребята. Все нормализовалось после сильнейших морозов. Ну, что ж, друзья. Вот такие вот работы сейчас зимой у пчеловодов. Кто что делает. Кто как готовится к следующему сезону. Ну, я вот так вот готовлюсь. Рамки наващиваю. Ну, клеусы вот дополнительные сейчас мы делаем. Ну, там еще в планах у нас. Я хочу в этом году сделать доски. У меня есть готовые. Нарезать. Под магазины 145. Это на ульи Рута. А так у меня ульи Рута есть. Деревянные, старые. И есть улей ППУ 1. Мне удобнее, я так посчитал, для меда лучше сделать вот такие вот небольшие магазинчики. Они будут и полегче. Да, хотя у меня есть и для меда на рамку сразу на полную на 230 для меда. Ну, а хочется вот попробовать рамочку 145. Поменьше. Буду делать надставки, напилю, покрашу тоже в течение зимы все это буду делать. Ну, это будет, ребята, в дальнейшем. На этом, друзья, буду видео свое заканчивать. Кому со мной было интересно, ставим лайки. Подписываемся на канал. Канал Дзен. На Рутуб, Ютуб. Все ссылки внизу. Также наша продукция, где купить наш мед. Ссылки внизу. Всем, друзья, пока. И до встречи на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok